Добрый день, уважаемые студенты! Вашему вниманию предоставляется обзорная лекция на тему «Поведение потребителей на рынке и сегментирование рынка». Прежде чем мы начнем нашу с вами лекцию, необходимо повторить одно определение, которое мы с вами давали на предыдущей лекции. Это определение потребности. Что же такое потребность? Потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в зависимости от личности индивида. Теперь поставим с вами вопрос, для чего же необходимо изучение потребительского поведения. Изучение потребительского поведения главной своей целью имеет понимание этих самых потребностей наших потребителей для того, чтобы обеспечить их полное удовлетворение. Для наиболее полного удовлетворения потребностей необходимо сделать некоторые действия. Во-первых, необходимо выявить и глубоко проанализировать те потребности, которые уже сложились давно. Их необходимо изучить и посмотреть их тенденцию развития. Второе – изучить закономерности развития этих потребностей. И третья цель или задача, самая сложная – это формирование новых потребностей. На сегодняшний день существуют два подхода к изучению потребностей. Первый подход к изучению заключается в познании законов развития общественных потребностей, которые нужно довести до такой степени конкретизации, чтобы можно было прогнозировать эти потребности в будущем. Второй подход, на котором мы с вами остановимся более подробно – это поведенческий подход. И состоит он в изучении субъективных форм проявления законов развития потребностей. Итак, еще раз, изучение потребителей главной своей целью имеет – это изучение потребностей для того, чтобы можно было их полностью удовлетворить. Существует четыре основных принципа формирования правильного представления о поведении потребителя. Какие же это принципы? Первый принцип – потребитель независим. В этом случае какая же ответная реакция должна быть рынка? Что должны предложить наши товаропроизводители, наши продавцы? То есть ответная реакция фирмы какова? То есть необходимо предоставить потребителю выбор и реальную выгоду. Тогда он будет полностью независим. Второй принцип – поведение потребителя определяется с помощью исследований. На прошлой нашей обзорной лекции мы затрагивали и рассматривали эту тему маркетингового исследования и говорили, что если фирма не хочет быть банкротом, она должна обязательно систематически проводить маркетинговые исследования. Третий принцип – это поведение потребителя поддается воздействию. Опять же, на предыдущей лекции мы останавливались на то, что существует маркетинговая среда, которая представлена различными факторами, и говорили, что потребитель входит в микросреду фирмы и практически воздействию никакому не поддается. На сегодняшней нашей лекции мы будем утверждать, что поведение потребителя все-таки поддается воздействию, на него можно воздействовать. Каким же образом ответная реакция нашего рынка будет состоять в том, что он будет предлагать именно те товары, именно того качества, которые и необходимы нашему потребителю. Поэтому он будет их покупать, будет их использовать, и мы будем на него иметь воздействие. И четвертый принцип – это потребительское поведение является социально законным. Что же должно ответить нам на это рынок? Рынок нам ответит тем, что мы все получаем товары и услуги, которые соответствуют всем костам, стандартам и другим законодательным актам, которые действуют на территории нашей страны, Казахстана. В дисциплине менеджмент есть такое понятие – иерархия потребностей Абдрахама Маслоу, в котором тоже говорится о потребностях. И Абдрахам Маслоу разбил эти потребности на пять групп, которые представил в виде пирамиды. Первая потребность – это физиологическая потребность, потребность в еде, потребность в отдыхе, сне, безопасности. Вторая потребность – это потребность безопасности непосредственно. Третья потребность – это социальная потребность, группа потребностей. Четвертая потребность в уважении и пятая потребность, которая находится на вершине пирамиды потребностей масла, это потребность в самовыражении. Так в основном рассматриваются потребности и это основа основ рассмотрения потребностей в дальнейшем. В маркетинге нас больше интересуют уровни потребностей наших конечных потребителей, которые выражаются в первом уровне, это абсолютные потребности, первый уровень, действительные потребности и платежеспособные потребности. Что же такое абсолютные потребности? Абсолютные потребности выражают потенциальную потребительскую силу общества, так же как и в теории Абдрахама Маслоу, это потребности в пище, жилище, духовном развитии. Действительные потребности это второй уровень, они имеют относительный характер и рассматриваются как реальная потребительская сила общества. То есть это потребность в конкретном товаре или конкретной услуге. Платежеспособные потребности это третий уровень, они, к сожалению, ограничены не только товарной массой, но и денежными ресурсами, но зато они отражают фактически реализуемую потребительскую силу общества. Авторы многих учебников рассматривают типы покупательского поведения и пришли к выводу, что в настоящее время существует два типа покупательского поведения. Это рациональное поведение и эмоциональное поведение. Ответ в самих словах. Рациональное поведение это поведение, когда потребители полностью рациональны при совершении покупки. То есть они рационально, выгодно выбирают товар и соответственно обращают внимание на предлагаемую за этот товар цену. И в результате этой покупки они стараются максимально удовлетворить все свои потребности за приемлемую для них цену. Эмоциональное поведение это поведение, которое зависит от психологического состояния человека или социального явления, которое его окружает. В зависимости от этих двух типов покупательского поведения разработаны модели покупательского поведения. В литературу представлены две модели. Одна модель называется простая модель покупательского поведения, которая состоит из трех основных этапов. Это первый этап – побудительные факторы маркетинга и прочие раздражители. Второй этап – это черный ящик сознания потребителя. И третий этап – это ответная реакция покупателя. Но если рассматривать простую модель покупательского поведения, тогда мы не сможем конкретно изучить те факторы, которые влияют на непосредственное поведение покупателя до покупки, во время совершения покупки и после нее. Поэтому предлагается развернутая модель покупательского поведения, которая состоит из первых этапов – побудительные факторы маркетинга, в которые входят товар, цена, методы распространения и методы стимулирования. Но однако же, кроме этих факторов, которые составляют комплекс маркетинга, на покупателя еще влияют прочие раздражители, которые представлены факторами косвенного воздействия и составляют макросреду фирмы. Это экономические, политические, культурные, социальные, демографические и другие факторы. Второй этап развернутой модели поведения покупателя состоит из характеристики покупателя и самого процесса принятия решения о покупке. И объединяется это во второй этап, который называется «черный ящик сознания потребителя». Под черным ящиком, естественно, подразумевается сознание нашего потребителя. И завершается весь процесс воздействия на потребителя тем, что потребитель выбирает товар, потребитель выбирает марку, он выбирает время, он выбирает объем покупки, он выбирает дилера, он выбирает марку и так далее. То есть завершается процессом покупки товара. Данная тема, естественно, должна обязательно рассматривать и вопросы характеристики покупателя Покупатель имеет множество характеристик, огромное множество людей, которые подразделяются по различным признакам Существует большое количество различных классификаций в разных учебниках Мы остановимся на трех основных признаках классификации Первый признак – это по направлениям использования товара По этой классификации наши покупатели подразделяются на индивидуальные потребители, массовые потребители или юридические лица и производственные потребители По психологическим характеристикам по этой классификации здесь наиболее интересным является деление потребителей на экстравертов и интровертов И третий признак классификации, который мы с вами рассмотрим – это по отношению к цене То есть это самые основные признаки классификации, зная которых можно оказывать какое-то воздействие на процесс купли-продажи И по отношению к цене все мы с вами в роли покупателя подразделяемся на экономных То есть те, которые очень тщательно выбирают товар, смотрят на его качественные характеристики, на его эксплуатационную часть характеристик И обязательно в первую очередь смотрят на цену Следующий – это апатичный покупатель Апатичный покупатель никогда не смотрит на цену Ему лишь бы было удобно, лишь бы было стильно, лишь бы было модно И только потом, может быть, он посмотрит на цену нашего товара Рациональный покупатель – это тот покупатель, который обязательно обращает внимание и на цену товара И на ценность этого товара, на его нужность ему И никогда не купит тот товар, который будет у него дома, просто так хранится где-то на полочке И персонифицированный покупатель – это тот покупатель, который в первую очередь обращает внимание на все функциональные свойства товара На удовлетворенность этим товаром, на качество этого товара Обращает внимание на соответствие ГОСТов, стандартов, технических условий Но и в конце концов обязательно посмотрит и на саму цену Поведение потребителей на рынке, характер покупок определяется их личностными, культурными, социальными и психологическими факторами И вот изучение этих факторов и является основным для того, чтобы можно было влиять на поведение покупателей на рынке Что же относится у нас с вами к факторам культурного порядка? К факторам культурного порядка относятся культура, субкультура и социальное положение Личностные факторы характеризуют покупателя как род занятий, экономическое положение, образ жизни, возраст и этап жизненного цикла семей, тип личности и представление о самом себе Социальные факторы – это референтная группа Что такое референтная группа? Это группа людей, которые оказывают прямое или косвенное воздействие на отношение к тому или иному товару или на поведение самого человека К социальным факторам относится семья, также относятся роли и статусы Что такое роль? Роль – это набор действий, который ожидают от любого индивида Статус – это каждой роли присущ определенный статус Так вот именно статус отражает степень положительной оценки той или иной роли со стороны общества И психологические факторы – это мотивация, восприятие, усвоение, убеждение и отношение Итак, если мы с вами конкретно изучили эти факторы и можем повлиять каким-то образом на процесс купли-продажи, повлиять на поведение нашего потребителя Тогда мы рассмотрим с вами сам процесс принятия решения о покупке Процесс принятия решения о покупке состоит также из нескольких этапов, из пяти Первый этап – когда наш покупатель осознает какую-то проблему Например, нехватка товара или необходимость какой-то услуги Второе, что он делает – он ищет информацию То есть второй этап – это поиск информации Он пытается узнать что-то об этом товаре Естественное положительное, так как этот товар ему понравился, поэтому он ищет какую-то информацию Какие-то источники информации Источники информации могут быть как личностные, коммерческие и так далее Третье – это оценка вариантов Наш потребитель оценивает, он нашел несколько аналогичных вариантов товаров И теперь он их оценивает, что лучше, что хуже, что в этой марке, что в той марке и так далее В конце концов, четвертый этап – он принимает решение о покупке Купив товар, пятый этап, который заканчивается процесс принятия решения о покупке Это реакция на покупку Реакция может быть как положительной, так и отрицательной Ну и в зависимости от этого, как мы с вами изучили самого покупателя Как мы смогли воздействовать на поведение покупателей Как мы смогли произвести впечатление на этого покупателя Мы можем сказать, придет он в следующий раз к нам опять же в наш магазин, в торговый зал Куда-то в парикмахерскую или еще куда-то, где он получил товар или услугу Придет он или нет Изучив покупателей или потребителей, мы их называем, в маркетинге ставится вопрос о сегментировании рынка Для чего ставится вопрос о сегментировании рынка? Сегментирование рынка – это один из мощных инструментов маркетинга, который проводится с целью удовлетворения потребностей для рационального использования ресурсов предприятия Сегмент – это часть рынка или часть покупателей, клиентов, которые одинаково, похожи реагируют на одинаковые элементы комплекса маркетинга Что может быть объектом сегментирования? Объектом сегментирования могут быть сами фирмы, потребители, товаропроизводители, продукты, изделия и услуги В учебном материале нам предлагаются такие понятия, как макросегментирование на уровне страны, региона И микросегментирование на уровне, например, одной страны, одной фирмы или группы каких-то потребителей Кроме того, существует сегментирование вглубь, то есть начинаем с широкой группы потребителей И начинаем понемножку уменьшать сегмент, все меньше и меньше и меньше И доходим по классификации до самого конечного потребителя И сегментирование вширь, наоборот Начинаем с узкой группы потребителей, находя у них какие-то определенные схожие потребности И далее мы их разделяем, разделяем, разделяем до зависимости от использования товара То есть эта классификация постоянно расширяется На основе чего же мы разделяем наших потребителей? Существуют определенные принципы сегментирования Это демографические, в первую очередь Но я вам приведу один пример Мы все разделяемся на мужчин, женщин, детей Поведенческие, географические, социально-психологические Мы разделяемся по возрасту, по полу, по образованию, по составу семьи По цвету кожи, по разрезу глаз, по цвету волос, по своим привычкам и так далее и тому подобное Процесс сегментирования, как научный инструмент маркетинга Также состоит из нескольких этапов Основными из которых является выбор целевых сегментов рынка То есть это оценка и отбор нескольких сегментов рынка для выхода с ними на них со своим товаром Второе – это позиционирование товара на рынке И третье – разработка плана маркетинга Фирма может воспользоваться тремя вариантами охвата рынка Первый вариант – недифференцированный маркетинг Когда фирма пренебрегает различиями клиентов и предлагает рынку один товар И ищет у этих клиентов общие интересы, которые позволят этой фирме на одном товаре делать себе прибыль Второе – дифференцированный, когда фирма выступает на большом или на всех сегментах рынка Но с таким товаром, который называется дифференцированный для различных групп потребителей И концентрированный охват рынка используется фирмой, у которой ограниченные ресурсы Поэтому она выступает на небольшом сегменте рынка И, как обычно, предлагает небольшой ассортимент того или иного товара И последнее, на чем мы с вами остановимся – это позиционирование товара на рынке То есть самый интересный элемент маркетинга, самый сейчас востребованный, самый раскрученный, самый использованный позиционирование То есть каждый субъект рынка заинтересован в том, чтобы его товар занял в сознании потребителя А в нашей лекции сознание потребителя названо, как черный ящик сознания потребителя Свою позицию отличную от другого аналогичного товара И в этом случае, приходя в любую торговую точку, он может моментально выбрать тот товар, который у него фирма запозиционировала у него в сознании Итак, на сегодня мы с вами прослушали обзорную лекцию по темам, которая называлась «Поведение потребителей на рынке и сегментирование рынка» И основной вывод, который мы сделаем по этой обзорной лекции – изучив потребителя с его характеристиками Изучив факторы, которые влияют на самого потребителя, на его покупательское поведение И разбив потребителей или проведя сегментирование и позиционирование покупателей Фирма может успешно существовать на рынке в современных конкурентных условиях Благодарю за внимание. До свидания